Введу новое число. Число это вот какое? Количество способов выбрать первого, второго и так далее, катого из n данных чисел. Когда я здесь выбирал, то я выбирал подмножество. В том смысле, что упорядоченные они. 2 выбрать и 2 1 одно и то же. Я говорил выбрать 4 пальца из 10, но я не говорил выбрать первый палец, второй палец, третий. А вот представьте себе, что мы выбираем, что называется по очереди. В одном случае мы выбираем k элементов, а в другом случае мы выбираем первый, второй, третий и так далее, катый. Давайте я объясню так. Вот представьте себе, что вам нужно из десятерых солдат отправить четверых что-нибудь делать. Не знаю, картошку чистить. Представили? Каким числом выражается количество способов это сделать? Вот в вашем распоряжении есть 10 солдат, и вы говорите, ты, ты и ты пойдешь на картошку чистить картошку. Сколько способов? Число сочетаний из 10 почитается. Отлично. А теперь представьте себе совсем другое. У вас есть 10 солдат, и вы говорите, вы в четвером пойдете на задание. Ты будешь командиром, ты будешь... А то есть на статистике командира? Ты будешь начальником над солдатом, а ты будешь солдатом. Понятно, да? В четверых расположили их по граммам. Ну, не знаю, как это назвать там. Вот. Понимаете, альбом? Так вот, я уверяю вас, это посчитать совсем просто. Совсем просто. И там, и там, и там, и в четверых выбираем. Да. Только в одном случае. Они все равноправны. О, слушайте. В Америке скоро президентские выборы. Вы знаете, что в Америке на самом деле выбирают каждый раз не президента, а выбирают президента и вице-президента. Что такое вице-президент знаете? Да. Если это человек, в случае отсутствия президента, обладает в его полномочии, да? Ну, например, если президента убьют, я меньше всего этого хочу, но вот в принципе, для его места встает вице-президент. Да. А? Да, да, да. Вот. Кстати, в США об этом совершенно замечательной системе, наверное, знаете, да? У них продумано очень далеко, что будет, если убьют, не знаю, там, президента и вице-президента. Да, в таком случае... Я тебе вице-президент. Нет. Нет. Итак, из n элементов нужно выбрать k штук. Причем они идут по порядку. Первый, второй, k. Сколько-то беспосылками это можно сделать? Думаем. Это совсем просто. Но это безумно важно. n факториал здесь на n-k факториал. Можно так. А можно проще? А как проще? Проще. Но сумма чисел одного так как? Что? Сумма чисел. Нет. Десять. Так, давайте конверт. Правда? Давайте для чисел 10 и 4. Вот. Из десятерых выбираем четырех. Причем именно первого, второго, третьего и четвертого. Подсказка. Основная тема сегодняшнего урока. Правила произведения. Там все нужно перемножать. Что все? От n до k. Ой, отказывай. Думайте секунду. 10 человек. Мы посылаем их в путешествие. Но при этом не просто посылаем их в путешествие, а посылаем их в путешествие в самолете, в котором есть четыре места. И четко говорим, что вот ты сядешь на это место, и на это, и на это, и на это. И такие способы считаем разными. Ну или другими словами. Мы знаем, кто из этих четверых самый старший, кто наоборот самый младший, кто следующий за старший. Понимаете, да? По порядку. Первый, второй, третий, четвертый. 16 способы? Нет, конечно. Еще сколько у нас их всего? Десять? Да. Тогда 10 на 9 на 8 на 7. Вот у нас есть вот четыре роли. Да. Первый, второй, третий, четвертый. Да. И вот у нас есть здесь сандарт. Да. То, что мы вот так рисуем, это очень разумная вещь. Смотрите. У нас есть четыре ситороли. Первый, второй, третий, четвертый. И десять сандарт. Да, и что? Ну, значит, вначале выбираем на первый уровень. Да. У нас сколько россиян нужно брать на первый уровень? Десять. Ну, все десять. Ну, пускай вот это вот пойдет, у нас самый угол низкий уровень. Выглавное, что 10 на решительство? Такие, 10. Выбрать самого старшего на первое место можно десятью способами. Итак, десять вариантов. Дальше. Дальше. Вот у нас одного, он уже отправлен, и теперь нам нужно выбрать, ну, того, кто полетит на вторую должность. Да. У нас есть и девять вариантов. Мы выпускаем, например... Потому что один уже занят. Да. Мы выпускаем вот этот, и сюда пойдем. Да. Мы выпускаем вот этот, и сюда пойдем. У нас 10 на девять. Да. Вот у нас уже два уровня тела, и нам нужно из оставшихся восемь дней выбрать, и кого-нибудь на эту должность. Вот этот вот. Да. Да. Вот опять восемь. Дальше, по нему, он здесь семь, и уже кого-нибудь на выбрать, и вот этот вот летит. Да. И здесь идти. Спасибо большое. Вы абсолютно правы. Ребята, вот это рассуждение, я не знаю, что делать. На самом деле, делать с практикой. Просто решаешь много задач, и рано или поздно вспоминаешь. Вот это рассуждение будет в вашей жизни очень и очень много раз. Итак, как оно звучит? Чтобы выбрать четверых, надо выбрать любого одного, это 10 вариантов. При этом один черчев уже выбран. Осталось, значит, 9. Выбрать любого еще, это 9 вариантов. Еще любого, это 8 вариантов, еще любого 7. Значит, надо перемножить. Так вот, поскольку это выражение часто встречается в ультиматике, то для него есть специальное значение. Пожалуйста, запомните, что это такое. Это 10 в убывающей четвертой степени. Что такое 10 в четвертой, знаете? Да. Да, это 10 на 10 на 10. Это надо написать десятку четыре раза, где поставить знак умножения. Это 10 в четвертой. А здесь мы не просто упишем знак умножения, а число на единицу уменьшаем. А есть данное вопрос? Да, конечно, есть еще 10 в возрастающей четвертой степени. А как означает? Возрастающая? Полочка. Интереснее, что такое возрастающая? 10 на 11, на 12 и на 13. Это 10 в возрастающей четвертой степени. А 10 в возрастающей, это же 13 в четвертой степени. Совершенно верно. Совершенно верно. 10 в возрастающей, это то же самое, что 13 в убывающей. И это правда. Но... Получается и 7. Господа, у меня сейчас не этого же. А мне важно, что ответ вот в этой задачи записывается потрясающе простой формулой. Н в убывающей капельной степени. Количество способов выбрать К, причем упорядоченным образом выбрать К элементов из данных Н элементов. Отлично. А вот теперь мы посмотрим на вот эту кандидату. Ребята, надо сейчас применить ображение. Посмотрите. Вот у вас есть число 1, 2, 2. Вы понимаете, что на самом деле нужно было бы не писать не 1, 2, 3, а 1, 3, 2. 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. И на самом деле это было бы то же самое подножение. Правильно? Значит, в принципе, можно воспринимать вот это 1, 2, 3, как представитель аж шестерых вариантов. Так? Шесть вариантов. То же самое. Берете любое, другое место. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Это 6 вариантов. Вы согласны? Алло. Вы согласны? Вы ставите... Да. Теперь внимание. Сделаем это 10. У нас есть вот это. Вот эти 20 вариантов. 20 на 6. У нас есть 20 вариантов. Да. Что будет, когда в каждом месте вместо этого варианта напишем 6. Думаю, 26. Будет 20 умножить на 6. Вы абсолютно правы. Будет... Еще раз, внимание. Будет 6 умножить на 6-6 сочетаний с 6-ти года. Вот так? Отлично. А теперь внимание. Каждый из таких вариантов... Это что такое вот в этих терминах? Если мы с вами из 6-ти элементов выбираем 3... Внимание. Упорядочный образ. Что значит выбрать 3 элемента. Упорядочный образ. Ну, например, так. 3, 1, 6. Так? Это 6-3 умножить? Конечно. Конечно. Вот это произведение... Это 6 в убывающей 3-й степени. А почему тогда оно умножено на 6? Что? Там оно умножено на 6. 6-то количество перестановок на 3-х элементах. Хорошо. 3-х метрелла я отмешу. Вам будет лучше? Лучше было, чтобы понять, не куда 6. Значит так. Я знаю, что сейчас надо будет. Сейчас надо написать эту формулу просто на целое место. Вы же получите удовольствие, если я напишу вот так. Сейчас будем... Давайте объяснять, зачем я. Кстати, а все понимают, что из этой формулы сразу следует? К-катериал это n. Еще раз. Из этого следует, что когда вы берете n в убывающей к-к степени и делите на к-катериал, это как раз и будет число сочетание. А что такое n в убывающей к-к степени? Это n умножить на n минус 1 на n минус k плюс 1. А что такое к-катериал? Это k на k минус 1 и так далее и на 1. Согласны? Так вот, вот эта нижняя строка, это следствие из верхней. Моя цель сейчас объяснить вам верхнюю... Еще раз. Пожалуйста, все посмотрите на доску. Я попытаюсь это объяснить. Для того, чтобы это объяснить, надо начать с напоминания того, что написано в правой части. Количество каких выражений написано в правой части. Скажем, если n равно 6, k равно 3. Это всевозможные выражения типа 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. Что тут еще бывает? 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 5. Понятно, да? Когда вы берете 3 элемента по порядку, то вы в качестве первого вовсе не взять и берете 1. Берете что угодно. В качестве первого, например, взяли 3. В качестве второго вы берете все, что угодно, кроме взятой уже тройки. Больше, меньше, не важно. В качестве третьего вы берете все. Поняли, да? И вот этих самых способов, их вовсе не 20 штук. Их 6 умножить на 5 умножить на 4. Почему? Потому что когда вы берете 3 элемента, то первый вы берете 6 способами. Второй 5 способами. А третий 4. Дошло? Да. Да или нет? Да. Рассматриваем такие записи. Любая цифра от 1 до 6. Потом, любая цифра, кроме уже написанной, от 1 до 6. И еще одна. Любая цифра, кроме 2 уже написанной. Понятно, что я делаю? Я утверждаю, что таких объектов 120 штук. Непонятно? Почему их 120 штук? Потому что когда я пишу первую цифру, это всего 6 вариантов. Да. И надо перенажать, потому что правила произведения. Теперь понял? Все. Значит, мы объяснили, что написано в правой части. В моем случае, 6 сокращается. Да бог с ним, что сокращается. Меня интересует это общее рассуждение, а не то, что вот там 120 разделить на 6, 20. Ну, меня интересует общая формула. Вот это. Понимаете? Здесь никакой 6-ки, никакой 3-ки нет. Так вот. Теперь пошли сюда. Почему это равен в праве? А потому что, когда у нас есть 3 элемента, написанных в любом порядке, то мы их можем упорядочить по возрастанию. И тогда получится не 120 вариантов, а вот эти вот 20 выписанных на доске вариантов. То есть у нас, например, 3, 1, 5, а мы вместо этого напишем 1, 3, 5. Понятно? Почему вариантов стало в 6 раз меньше? Потому что мысленно вы должны представлять, что в этом месте написано не 1, 2, 3, а 6 вариантов. 1, 2, 3, 1, 3, 2. Понятно, да? Что-то вообще бывает. 2, 1, 3, 2, 3, 1. 3, 1, 2, 3, 2, 1, да? Да. И количество перестановок на k элементов – это в точности k в 3. Количество перестановок на k элементов – это в точности k в 3. Но при этом вот это число – это количество подмножеств в множестве из n элементов. Понятнее стало ли я? Когда мы выбираем k элементов, то мы первым из них выбираем n способов. Когда мы после этого выбираем второй элемент, то способов уже n-1. Когда третий из способов – n-2. И так далее. Последний – k элементов способов n-2, k-1. Так, все понимают, что здесь в облако множится. n, n-1, n-2, n-2, k-1. Вот. Замечательно. Но при этом, поскольку на самом деле порядка ничего не зависит, то надо разделить на k в 3.